Срок консервации Вернее, консервация таких строений То есть, опять-таки, на срок не более трех лет И сроки продления То есть, если своевременно обратиться В местный исполнительный комитет с просьбой О консервации, либо о продлении То общий срок строительства может составить 8 лет Что, в принципе, на наш взгляд Ну, посильно Скажем так, для того, чтобы в такой срок Возвести жилой дом Завершением считается Возведение закрытого контура То есть, по 87 указу не требуется Внутренняя отделка, подвод сетей То есть, достаточно коробки, окна, двери, крыша При изъятии участка Его хозяин возвращает стоимость возведенных построек Если же участок не выделен государством Бесплатно, а куплен То после его изъятия стоимость земли никто не вернет Поэтому главное объективно оценивать Свои финансовые возможности Свободные участки затем можно будет купить с аукциона Но нужно помнить, что при наличии Нескольких участников цена будет расти Каждый шаг плюс 10% К первоначальной Например, недавно в Романовичах купили участок за сумму в 10 раз превышающую изначальную Почти за 30 тысяч вместо стартовых трех Стоимость частично застроенных участков тут начинается примерно с 9 Кстати, к радости местных жителей В Романовичах, наконец, появятся долгожданные торговые объекты В феврале частный застройщик с аукциона приобрел два участка Вот в этом месте по генплану здесь запроектировано кафе Общепит и магазин самообслуживания Поэтому начинается разработка проектной документации Будем надеяться, в этом году начнется уже реализация этих проектов А еще в Романовичах появился автобусный маршрут На очереди строительство системы отвода ливневых вод Это снимет проблемный для жителей первых и вторых Романовичей вопрос Работы начнутся вот-вот Кроме того, наконец-то дошло дело до устройства коммуникаций в третьей очереди района С уверенностью я могу сказать, что мы обеспечим в третьих Романовичах В текущем году самыми основными коммуникациями Это электроснабжение, водоснабжение, канализация И приступим к газоснабжению То есть в первом секторе А в текущем году запланируем у нас и газоснабжение Далее мы продолжим работу по завершению всех коммуникаций И приступим к благоустройству То есть к выполнению улиц, подъездов, дорог, которые там предусмотрены Всего три очереди Романовичей Это почти 5000 участков На сегодняшний день свободных около 300 Все находятся в третьей очереди И предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий В целом по области очередь на участке почти 2500 человек Вдвое меньше, чем количество самих участков Есть отдельные территории, такие как Гомельский район, Жлобинский район и Мозовский район В которых особо остро стоит вопрос выделения земельного участка Дело в том, что мы занимаемся этим вопросом совместно с территориями У нас разработаны проектные документации У нас предусмотрены денежные средства, как и в прошлом году На эти цели, это на подвод инженерных коммуникаций Основные, которые сегодня должны быть, хотя бы минимальные Поэтому этот вопрос, он на контроле Он решается, в любом случае будет решаться Скажем, получившие земельные участки люди Они будут обеспечены инженерными сетями То есть, если вспомнить 2020 год Порядка 29 миллионов по всем источникам финансирования У нас было направлено на инженерные сети Инженерные жилые застройки Это проектирование, строительство основных коммуникаций Коммуникации газоснабжения, электроснабжения То есть, ну такая В текущем году цифра немножко, может быть, где-то меньше Там, прошлого года она где-то порядка 22 миллионов предусматривается Ну и объекта уже, у них уменьшается же это количество Перечень участков, стоимость, их целевое назначение Всю необходимую информацию можно найти на сайтах Главного управления землеустройства Гомельского облсполкома И Гомель Геодезцентра Марина Северьянова, Сергей Комков, Новости недели